Обычно те, кто изучает чтение Корана, выучивают одну, две или три формы чтения. Наш же герой выучил все существующие. На сегодня 10 форм чтения Корана. Во время пророка, сал-далла, читали люди по-разному начинают свои переезды в Медину, так как много арабских племен стало приходить в ислам. Соответственно, в качестве облегчения для них, для их диалектов, Коран был неспослан несколькими вариантами, как это пророк сам объясняет. И как это передается в некоторых историях, как Хищам Абн-Хаким поспорил, точнее, Амр Абн-Хаттаб с ним поспорил насчет чтения одной суры. Они читали ее по-разному, и потом выяснилось, что оба читали правильно. И позже, когда это знание уже было зафиксировано, то есть все оно стало приписываться к определенным имамам. И это можно сравнить, наверное, так же, как появились мазхабы в фикхе, так же появились определенные виды чтения, которые приписываются определенным имамам. Различия порой связаны с диалектом, порой связаны с разночтением некоторых слов в отношении того, что может быть обращение во втором лице или в третьем лице, порой связаны с некоторыми грамматическими моментами. Но так или иначе, все они являются достоверными, то есть все, что изучено и принято, является достоверным, является переданным многочисленными путями, является соответствующим арабскому языку, является соответствующим тому, что было записано в мусхафе Усмана. И поэтому мы можем заметить, что, например, в суре-фатихе у нас, скажем, слово «малики» записано вот таким образом, записано таким образом. Не записан алифтом, там нет алифы, например, но показано указание такое, что мы его читаем. Это для нашего чтения. А изначально мусхафы были записаны так. Поэтому читается «малики», читается «малики», читается и так, и так. Поэтому многие какие-то буквы, которых нет в Куране, то есть зачастую это является одним из отголосков, вот этот момент, что Куран Усмана был записан с учетом всех вариантов этих чтений. Куран Усмана